В подлинной биографии Путина фигурируют два разных часа его рождения, интервал между которыми составляет 11 часов. Если в период с 24 декабря 2021 года, напомню, этот день считается днём рождения его антиудачи. События для России развивались в рамках версии Light. И мы с коллегами наивно полагали, что именно эта вариация и дальше в России будет доминировать. Однако с конца февраля 2023 года, то есть этого года, события начали реализовываться в рамках худшей для России версии. Версии Hardcore. В границах второго часа его рождения. И вы знаете, март месяц это полностью подтвердил. И нужно честно признать, что некоторые события, которые прогнозировались, они не были реализованы. В частности, речь идёт о назначении нового премьер-министра. Зато, вы знаете ли, всецело были реализованы события в рамках версии Hardcore, которые совершенно отсутствовали в рамках версии Light. Это и ордер на арест, выданный ГАГским трибуналом, и визит уважаемого товарища Си. И на основании этого нами была проведена некоторая коррекция, я повторяю, именно некоторая коррекция прогноза, где базисом стал второй час его рождения. Предваряя ваше умозаключение, сразу хочу сказать, то, что я озвучил, будет единственной и последней корректировкой. Другой не будет. И это окончательный вариант, окончательный вердикт и самый худший для России-матушки сценарий, в котором вселенная приготовила Путину очень незавидную роль. Роль нового Герострава. А начнем мы с Украины. Я выдержу определенную такую качаловскую паузу. В отношении Украины все остается неизменным и даже лучше. Марк, возможно, ты помнишь мой пост в Facebook от 30 декабря 2022 года, где было предельно точно указано, что четвертая фаза войны или последнее наступление российской армии или же зимняя кампания начнется в третьей декаде января и завершится во второй, третьей декаде марта. С нулевым для России результатом. И мой прогноз полностью подтверждает заявление генерала Буданова, главное розет управления, который отметил, что на 31 марта мы констатируем завершение русского наступления. Так и произошло. Теперь относительно украинского контрнаступления. Контрнаступление начнется в первой, второй декаде мая. То есть в период лунного затмения, который у нас будет 5 мая, и до оппозиции Плутона и Марса, которое у нас будет 21 мая. И именно в этот промежуток времени, от 5 мая и до 21 мая, контрнаступление и начнется. И завершится контрнаступление в третьей декаде августа, первой декаде сентября 2023 года. До оккупации Крыма и другими неожиданными для России сюрпризами. Вы знаете, украинское контрнаступление будет похлеще, однозначно похлеще Фауста Гёте. И войдет в аналы мировой военной стратегии. Контрнаступление будет происходить волнами и на разных направлениях. Причем каждая волна будет сильнее предыдущей. А подпиткой энергии наступления станет открытие американских военных складов, складов, которые находятся в Европе. То есть, то, что пойдет в Украину, моментально будет заполнено совершенно новыми образцами вооружения, которые поступят из Соединенных Штатов Америки. Это будет совершенно такой неиссякаемый поток. И вы очень-очень многое увидите о том, о чем сейчас не говорят. Это и авиация, и много что другое. Украинское контрнаступление. И как следствие, падение Сакрального Крыма. Это тот самый фундаментальный триггер, который запустит процесс каскадного разрушения русского неокарфагена. Именно украинское контрнаступление станет тем самым триггером. Марк, ты прав. Мы никогда не обсуждали тему сакральности Крыма. А учитывая неподдельный и искренний интерес российской псевдоэлиты ко всему псевдо-мистическому и псевдо-оккультному, нам нужно с вами понять, что же лежит в основе их псевдо-мистического мировоззрения. А такой основой, как ни странно, хотя, ну, с другой стороны, может быть, это уже и нормально совершенно стало, такой основой является фольклор. И в нашем случае это будет восточно-славянский фольклор. В восточно-славянском фольклоре есть замечательная сказочка, в которой рассказывается про смерть Кащея Бессмертного. Или, как в украинской мове, Чахлик Невмирущий. Согласно мифологиями, смерть Кащея находится на конце иглы. Игла в яйце, яйцо в утке, утка в заяце, заяц в ларце. А ларец на дубу, который растет на Черной горе. Марк, ты у нас умница, интеллектуал, вопрос к тебе. Где же находится эта Черная гора? Ну, понятно, что в Крыму. Марк, зачетка. Давай пять баллов получаешь. Совершенно верно. В Крыму эта гора называется Карадак. Что в переводе Черная гора, которая находится в Феодосийском районе. И вот здесь мы в какой-то мере, даже, наверное, не в какой-то мере, а полностью получаем ответ на вопрос. Суверену Каблукову поведали, что в районе горы Карадак или на самой горе в глубокой-глубокой древности спрятали или закопали три жезла власти. И тот, кто в 21 веке будет владеть Крымом, и чье имя будет Владимир, эти жезла помогут ему стать господином мира. Сказать-то они ему это сказали, но почему-то деликатно умолчали о таком маленьком нюансе. Владимир Санчо Зеленского ведь тоже зовут Владимир. Был ли Путин на Карадаге, я не знаю. Но знающие люди именно утверждают, что был, и причем неоднократно. Неоднократно. И то, что Карадаг они считают аномальной территорией и местом силы, где проводят свои псевдо-мистические ритуалы, это факт. Помимо горы Карадаг для них сакральными местами является еще и Херсонес, Таврический, это Севастополь, и Пантикопей, современная Керчь. Местные жители фиксируют одну очень интересную деталь. Все те, кто совершают эти псевдо-мистические обряды, имеют совершенно правильный, хороший и беспрепятственный доступ на эти территории. По одной простой причине, что они имеют удостоверение сотрудников Федеральной службы охраны, ФСО. Эту информацию подтверждает расследование журналиста-расследователя Сергея Канева. Ты его знаешь, инсайдер. Он выпустил очень интересную, опубликовал очень интересную статью, которая называется «Если враг у Боровицких ворот», в которой рассказывается, что Федеральная служба охраны готовит контрмеры для предотвращения государственного переворота. И ответственным за эти мероприятия назначен замдиректора ФСО генерал Комов, который, помимо всего прочего, осуществляет взаимодействие, контроль и координацию с правильными астрологами, экстрасенсами, черными магами и прочими, и прочими, и прочими. От себя добавлю, действительно, генерал Комов – личность очень колоритная и очень многогранная, который в очень узком кругу известен как Жор Жорыч. И действительно, Жор Жорыч на протяжении многих лет очень детально занимается изучением и исследованием астрологии, футурологии и нумерологии. Современная Россия живет в очень запутанном периоде времени, в котором удивительно и, наверное, загадочным образом переплелись и закон драмы Петипак, когда пышный праздник всегда оканчивается катастрофой и главный принцип греческой трагедии, где доминирует ключевая идея рока – судьбы, перед которой не властен человек. В нашей Вселенной все построено по принципу естественного жизненного цикла, где всему есть свое начало и свой конец. Например, галактики рождаются и галактики умирают. И вот давайте эту модель мы рассмотрим на примере нашего земного шарика, где государство – это отдельные галактики, и Россия есть среди них. Россия – это галактика, которая давно перестала производить звезды, а значит, она считается мертвой. Она также похожа на едва теплящийся уголь, который уже не в состоянии выделять энергию. Соответственно, начался период вырождения, и в действие вступает второй закон термодинамики. А это необратимый процесс, который всегда движется в сторону еще большего хаоса и увеличения энтропии. Вселенная вынесла России свой приговор. И именно по этой причине во главе страны и стоит Путин. Путин – это феномен, который прошел все стадии пушкинской старухи и сказки о рыбаке и рыбке, пока не дошел до финала своей карьеры. Но и здесь Вселенная уготовила для него сюрприз. Вселенная хочет усилить это произведение. И поэтому после полного каданса на сцене появится Путин в образе нового гирострата с канистрой бензина и горящим факелом в руке. А у его ног в судорожном припадке лежит наша страна. Лежит и корчится наша страна. И вместо того, чтобы оказать ей первую реанимационную помощь, он обливает ее бензином и подносит факел. Здесь очень уместна аналогия с картиной Васи Ложкина под названием «Слава Буратини». Где Буратино также стоит на возвышенности, який наш Путин, только на бочке жира и размахивает горящим факелом. Остальным страшно. И все остальные персонажи в ужасе разбегаются. Деревянные дровиняки боятся и дровиняки убегают. А что же делает российское общество, живущее в состоянии постоянного когнитивного искажения в тот момент, когда в действие приведен второй закон термодинамики? Глубинный народ. Глубинный народ, морально разложившийся и одурманенный пропагандой, напоминает пролетариев из повести Андрея Платонова «Котлован», которые все еще с большим усердием, с большим остервенением продолжают вгрызаться лопатами в замерзшую землю, несмотря на то, что надежда на светлое будущее в лице девочки Насте умерла и похоронена в этом же «Котловане». Что же делает российская псевдоэлита? А псевдоэлита, как слуга с Гонорель в комедии «Мольера», «Дон Жуан» или «Каменный пир», молчит. Молчит и с ужасом наблюдает, насколько глубоко еще упадет их господин, который на протяжении ряда лет последовательно и методично разрушил все свои отношения не только с родом человеческим, но и самим Абсолютом. А вот объединительной, объединяющей категорией как для псевдоэлиты, так и для глубинного народа является надежда на традиционное русское авось. Авось пронесет, авось произойдет, да и вообще авось. Но, увы, уже не пронесет. Процесс запущен. И эта глупая, дурацкая русская надежда на авось напоминает события столетней давности. Давайте вспомним. Премьера Мирхольдовского маскарада была назначена на 25 февраля 1917 года. Зал был переполнен. Спектакль начался практически под звуки первых выстрелов. февральской революции. А когда публика вышла на улицу, она оказалась совершенно новой для себя реальностью, которой не была готова. И вот удивительный парадокс российского общества заключается в том, что все понимают, что нужно что-то делать, но при этом не делает никто ничего. А коль так, то все будет происходить в рамках сценария вселенной. Максимальное погружение в пучину хард-хоррор, дабы наступило пробуждение, или хотя бы отчасти какие-то отблески этого пробуждения, и как следствие катарсис, который по Аристотелю является ключевым моментом трагедии. Понимаете, есть еще один, казалось бы, неприметный роковой нюанс. В течение последних лет все, казалось бы, сложнейшие планетарные транзиты для России реализовывались в очень мягких, практически таких нежных вариациях. Но, друзья мои, в этом-то и заключается ирония судьбы. Энергия накапливается. Энергия накапливается для фундаментального взрыва. И в качестве примера можно привести механизм действия вулкана. Начало активности происходит внезапно. Внешних признаков нет. Однако приборы регистрируют подземные толчки. Магма под давлением медленно поднимается к поверхности, накапливаясь в магматических очагах. А затем находит слабое место в земной коре и вырывается на поверхность, уничтожая все живое вокруг. И то, что не доделала магма, доделывают пепел и газ. Вот это и есть сценарий развития событий в самом ближайшем будущем в России. В начале нашей беседы я отметил, что прогноз подвергся некоторой коррекции из-за активности, точнее невероятной динамики в границах второго часа его рождения. И опять-таки, опережая ваши мысли, я сразу хочу сказать, что у Путина нет больше ни третьего, ни четвертого, ни пятого часа рождения. Коррекций больше не будет. И это окончательный вариант. Теперь смотрите, как в дальнейшем концептуально будут развиваться события. Украинское контрнаступление. Разрушение Крымского моста. Это произойдет однозначно. И как итог, украинский флаг в Крыму. Что сформирует мощнейшую ударную волну, в результате чего начнется каскадное разрушение всей существующей системы. Причем с катастрофическими для нее последствиями. Что вынудит Россию начать переговорный процесс. Но и здесь для России кроется нерешимая дилемма. В частности, украинская сторона и украинские партнеры никогда не войдут в переговорный процесс, если в нем будет принимать участие Путин или вот эта путинская система. Значит, назрела ситуация в замене ключевого игрока. Как можно изменить, убрать этого ключевого игрока? История нам подсказывает лишь один вариант. Традиция, российская традиция под названием государственный переворот. А дальше развал страны на отдельные составляющие. И вот, друзья, смотрите, еще один очень важный парадокс. Я не буду говорить, плохо это или хорошо. Для меня это отдельная история. И вот смотрите, то, что смогли предотвратить большевики в начале 20 века и смог предотвратить Ельцин в начале 90-х годов не сможет больше предотвратить никто. И настоящий распад России, империи, Россия как империи, СССР начинается только сейчас. Замысел вселенной состоит в том, чтобы Путин своими глазами увидел, как самый страшный ночной кошмар, его ночной кошмар, становится реальностью наяву. Как рушится его недоимперия. А что может быть страшнее для диктатора после потери власти? Это видеть, как рушится и разрушается его детище. Ну и, наконец, все люди смертны. Сократ человек. Следовательно, Сократ смерть. Осенью 23-го года в Солнце войдет восьмой знак Зодиака. Знак Скорпиона. Солнце в Скорпионе пробудет с 23-го октября по 21-е ноября. Знаком Скорпион управляют судьбоносные планеты для суверена Каблукова. Это Плутон, это Марс и Уран, который находится в экзальтации. Что значит в экзальтации? То есть набирает максимальную силу в этом знаке. Скорпион несет смерть. На хвосте Скорпиона находится ядовитая жалоба. Судьба Путина, согласно второго часа его рождения, как тончайшая нить, зависает и обрывается в восьмом знаке. Знаки Скорпиона. Возможен небольшой люфт в 10 дней до того, как Солнце войдет в знак Скорпиона и 10 дней после того, как Солнце выйдет из знака Скорпиона. Скорпион – роковой знак для Путина. И именно в этом знаке все и произойдет. А если не произойдет, резонно, скажете вы. Помощи мы ели. Россия тогда превратится в зомби-ленд, которую будут населять одичалые племена, обитающие на дне платоновского котлована. Но, друзья мои, вселенная гуманна. И гуманна она даже по отношению к отверженным и заблудшим. Поэтому хард-хоррор, эта вариация хард-хоррора и будет доминировать. Кто начал царствовать с ходынки, закончит, встав на эшафот. А в современном прочтении это звучит так. Кто начал царствовать с подлодки, закончит хуже Николя. Это окончательная версия. Я еще раз повторяю. Никакой корректировки не будет. Так и будет дальше. Я все объяснил, все, что могу. А за сим, позвольте откланяться. Спасибо, друзья. Спасибо. Дякую, друзья. КОНЕЦ. Продолжение следует...